МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Майор внутренней службы Дмитрий Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. И Дмитрий Николаевич Денисов в РИУ начальника отделения старшего судебного пристава Зубцовского районного отделения судебных приставов, старший лейтенант внутренней службы. Дмитрий Николаевич, приветствую вас. Вот такой вот у нас состав очень красивый. Мне нравится сегодняшний стол, да, нарядный. А все почему? Потому что у нас 1 ноября, да, ваш профессиональный праздник. Для тех, кто не знает, Федеральная служба судебных приставов, очередной год рождения празднуем, день судебного пристава, установленный указом президента Российской Федерации от 8 сентября 2009 года. Это уже, значит, год 21, это уже много лет празднуем, да. Может быть, да, у вас вообще принято на земле, вот вы у нас сегодня представляете великую землю Верхневожья, да, это не областной центр, вы, что называется, земли. У вас принято как-то вот отмечать ваш профессиональный праздник? Мы, конечно, с утра построение, поздравляем друг друга, отмечаем этот день непременно. Какими поздравлениями, да? А, ну, обычно бывает, что еще и пересегу принимают, или это все уже происходит в областной столице, или у вас на месте тоже в новых сотрудников принято так принимать на службу? Ну, в основном в территориальные органы выезжаем, уже непосредственно в управление. В управление, то есть собираются все вместе? Да, в торжественной обстановке уже непосредственно. Все сотрудники со всей области собираются и принимают присягу, чтобы это было торжественно, массово. А также награждаются в этот день. И самое приятное, да? Да, самое приятное. Награждаются. Вообще, вот вы по своей, вот так вот, давно ведь служите, да, вот уже? И чувствуете, что уважение к специальной профессии есть? Вот так вот среди людей. Конечно, есть. Вот на вашей земле, в районах, как вот вы ощущаете на себе эти погоны? Ну, когда выходишь на участки, выходишь на улицу, особенно если небольшие населенные пункты, безусловно. То есть человек в форме, он представляет уже определенную власть, да, и к тебе уже соответствующее относится. В отличие, если братья, это крупные города, да, если сравнивать. Ну, хотя задачи, согласитесь, задачи не всегда приятные, да? Нужные государству, но не всегда приятные. Бытует мнение, что, о, вот судебный пристав будет у нас опять деньги отнимать, да? Что-то приходится внушать, как-то людям объяснять. Как-то уже проводим разъяснительную беседу. Не только мы, но и со средствами массовой информации, в газетах, на телевидении стараемся. Все людям разъяснять, для чего нужны судебные приставы. Что долги эти забирают себе не судебные приставы, а что-то в доход государства, что-то уходит юридическим, физическим лицам. Алименты. Алименты те же. Алименты, это вообще сейчас очень важно, да? Тем более в условиях пандемии, да, когда и так людям нелегко, и денег не хватает часто. Алименты, это вообще, наверное, проблема каждого района, наверное. Везде, наверное, в каждом районе. Много задолженников у вас по районам, кто может сказать? У нас 718 исполнительных производств, взыскания алиментов. 718. Это получается по трем районам, да? Вашневолодский, Васпировский и Эфировский. Вашневолодский это большой, но Васпировский и Эфировский не такой большой. Но тем не менее цифра-то большая. В Конаковском районе 780. В Конаковске, можно сказать, практически столица уже. Да, ведь там же много и москвичей, у вас там непростой район, скажем так. Приезжих граждан, селеобразных много. Да, да. И как работать с такими людьми? Тяжело. Приходится находить общий язык, доказывать свою правоту, даже разъяснять людям, что все это же исполнение законодательства и помощь малоимущему матерям и детям необходимо проводить и косить задолженность все это же образовавшуюся. А, кстати, спасибо от людей. Слышите, Ирина Владимировна, вот как у вас, Таржокского района. Да, конечно, конечно, люди идут к нам за помощью. Бывает, что пристав, наверное, редко, но метко слышат слова благодарности. Нет, конечно, конечно, со словами благодарности тоже обращаются к судебным приставам, потому что люди идут к нам за помощью. Прежде всего, мы защищаем их интересы, нарушенные права восстанавливаем. Поэтому при осуществлении своей деятельности, восстановлении каких-то прав, конечно, люди благодарны. Обращаются также и в газеты пишут слова благодарности. И так выражают. И непосредственно к руководству обращаются со словами благодарности за то или иное исполненное решение. Уже сумма бывает взыскиваемая по 500 тысяч, и по 600, и по 700. Уже такие, которые десятилетиями, да, человеку не корректируют задолженности. Большие крупные задолженности по алиментам погашаем. Погашаем. И, соответственно, мамы со своими детьми, когда уже ребенку почти 18 лет, 18 лет уже исполнилось, фактически ребенок получает всю эту сумму. Вот мы все время, вот давай, мы не первый раз собираемся здесь за этим круглым столом с судебными приставами. Постоянно один и тот же вопрос, вот обсуждаем его. Как убедить человека, что нужно платить? Вот как? Если человек не платил десятилетиями, почему он должен заплатить на второй десяток своего долга? И все равно каким-то образом получается, да? Мы же меры принудительные применяем к нему. Ограничим выезды, спецправа, накладываем арест на имущество. Поэтому эти тоже меры очень... Но сейчас приходится применять эти меры, да? Такие вот, которые упираются, говорят, мы все равно не будем никак... Вообще, как удается общаться вообще с людьми? Что применяете в этом общении? Я в свою бытность очень часто ходила с судебными приставами. Шесть часов, пять часов утра. Идем, стучимся по квартирам, чтобы человек еще находился дома. Открывайте, вы должны. Что и как. Бывает, что закрываются перед вами двери. Бывает. Бывает, что нецензурную бронь слышите в свой адрес, да, наверное? Постоянно практически. Недовольны же, когда к ним приходят судебные приставы. Но все равно решение суда надо исполнять. К таким должникам мы меры принимаем, административного воздействия, составляем протоколы. Вот интересно, Дмитрий Сергеевич говорит, постоянно. Да не постоянно. Нет, нет, я к тому, что... А перед эфиром, перед эфиром мы как раз с вами обсуждали. Вы вообще довольны своей профессией. И все в голос вместе сказали, у нас самая лучшая профессия. Ну, постоянно мы вот такое слышим в наш адрес. Но самая лучшая профессия. Чем привлекает профессия, Ирина Анатольевна? Вот у вас, например. Ну, я уже работаю больше 20 лет. Другой профессии я не знала, чем привлекает. Общение с людьми, восстановление каких-то нарушенных прав. Не знаю. Более 20 лет, да? Ирина Владимировна, а вообще-то по-вашему, мужская или женская профессия? Ну, все-таки нужно, наверное, какую-то власть показывать. А не то, что власть, а силу духа. Ну да, конечно, не назовешь ее женственной. Но, как правило, вот если смотреть по составу, непосредственно судебных приставов, хотя бы наш территориальный орган взять, конечно, основная масса – это женщины. Женщины. Конечно, да. Ну, как это все-таки, а у вас вот товарищи мужчины – это кто? Или вы единственные представители сильного пола? Ну, у нас в отделе, да, единственные. Но, тем не менее, уже мужская половина все-таки в службе появляется все больше и больше. Вот, если сначала, может быть, стереотипы такие были, что это все-таки бумажная работа, вот. Ну, сейчас уже больше выходишь на территорию, а это все-таки уже больше нужны мужчины, наверное, все-таки. Хотелось бы, по крайней мере, видеть их. Ну, хотелось бы, да, видеть. А у вас как, Дмитрий Сергеевич? Ну, у нас в службе не только судебные приставы исполнителя, у нас есть служба по охрану и обеспечению деятельности судов. По ОПДС, да, там в основном мужчины такие. Вот кто не видел, да, нашим телезрителям расскажут, что это такие красавцы в черных таких билетах, такая форма шикарная. Мужчины осуществляют и охрану из судебных приставов исполнительных на совершение исполнительных действий. Все это же там в основном одни мужчины работают. А потом вот говорили, что больше бумажной. Конечно, много бумажной, да, писания много, но ведь и ходить приходится. Да, да, конечно. Ведь это же и для фигуры полезно. Конечно. Можем вот этим привлечь, да, что уважаемые друзья, приходите. Есть помимо этого еще и не мышечный характер, где приходится и по теплотрассам ходить, и к дороге смотреть, и где-то какие-то в канализацию там залезать, смотреть, колодцы смотреть. То есть такая, ну, не из простых, да. Не просто гуляешь, по улице ходишь. Да, да, да. И чердаки лазить, крыши ли не текут. Слушайте, ну, очень интересно. Уважаемые друзья, давайте прервемся на небольшую рекламу. Не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире программа «Тема дня». Сегодня у меня в гостях сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов 1 ноября. Служба отмечает свой день рождения ежегодно. Уважаемые друзья, поговорили об особенностях службы. А с чего все-таки начинается рабочий день судебного пристава? Я знаю, что во сколько он начинается, спрашивать бессмысленно. Потому что, как вы говорили, вы можете и по теплотрассам, и по стройкам, и по где-то, вы можете по квартире, это может быть и в 5 часов утра. Да? Да. Он как обычно начинается для рядового сотрудника службы, скажем так. Может быть, для ваших подчиненных. А может быть, конечно, возьмем ваши примеры. Ну, в начале рабочего дня судебным приставам всем ставятся задачи на день. Какие задачи мы должны выполнить в этот день. Рабочий день у нас ненормированный. Судебные приставы у нас могут работать с 6 часов утра до 22 часов. И потом не будут требовать компенсации за свой труд? Вот я здесь, типа, переработала. У вас такого нет? Нет, у нас дается за ненормированный рабочий день дни к отпуску. Поэтому никто не требует. Ага. То есть вы принято именно ставить задачи на день сегодняшний. Не на неделю, может быть, перед, или есть такое планирование? Нет, смотря какие задачи мы должны выполнить. Бывает, если мы с утра выезжаем по адресам, поэтому даются и на следующий день задачи ставятся. Если есть алименты, вот они переходят, то фамилии называются именно вот эти адреса. Они постоянно в работе у вас? Как, уважаемые друзья? Вот эти имена должников? Конечно, кто злостно не исполняет решение суда, те должны исполняться, постоянно быть на контроле эти дела. У вас, как у руководителей, вот Дмитрий Сергеевич сказал, что еще есть особая служба у судебных приставов, да, те, кто работает в судах по УПДС, да? Вы непосредственно тоже контролируете, начальник отделения контролирует, да, их работу? Непосредственно, конечно, деятельность УПДС контролирует начальник. С 8.30 происходит развод сотрудников УПДС, им ставятся задачи, расставляются по постам, кто где несет службу. Какие-то сотрудники по УПДС направляются на совершение исполнительных действий, выезжают для исполнения судебных решений. Да, скажем сразу, что исполнительные действия мы часто показывали, когда выезжали сами, обязательно в присутствии сотрудников службы по УПДС, да, потому что это как силовое прикрытие, скажем, да, это своеобразный спецназ судебных приставов. Да, безопасность. Потому что, да, потому что там бывают случаи разные, да, когда ты приезжаешь на место, надо, допустим, либо освобождать помещение, либо это снос здания, либо у нас были связанные с несовершеннолетними какие-то процедуры, да, или вселение, или выселение человека. Жизнь, она преподносит разные, да, такие ситуации. И везде нужно, чтобы вы, как в какой-то мере были, судебный пристав был в безопасности. Да. Да. Давайте мы скажем, какая задача, коль уж мы коснулись судебного пристава по УПДС, какие основные задачи входят, вернее, вменены работнику этой сферы. Ну, к обязанностям, должностным обязанностям службы судебных приставов по УПДС относятся охрана судов, осуществление пропускного режима и охрана общественного порядка в судах, обеспечение безопасности судей, работников аппарата и посетителей суда, обеспечение доставку уголовных дел и вещественных доказательств к месту проведения судебного заседания. Также они занимаются выдворением лиц без гражданства за пределы Российской Федерации. Да, 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 это тоже такая очень важная задача. Ну, и хотелось бы отметить, что они непосредственно осуществляют охрану должностных лиц службы судебных приставов при своих исполнении должностных обязанностей. У вас практически вы все как руководители подразделений, то есть вот эта сфера деятельности, она также под вашим контролем? То есть вы тоже вынуждены, да, то есть вы тоже в свой рабочий день, вы можете приехать в суд, ведь у вас же кругом, да, а у вас-то как, Ирина Анатольевна, у вас один суд сейчас, или вот в Фировском и Спировском районах, и в Спировском, по-моему, есть сейчас суд. В Спировском два суда мировой, федеральный, в Фирове один суд, одно здание, и в Вышнем Волочке два. В Вышнем Волочок, и все это, и там это, и все это под вашим контролем? Да, да, да. А, Ирина Владимировна, у вас, получается, в Торжке сколько судов? У нас Торжокский межрайонный суд и четыре участка мировых судей. Ой, мировые суды, много. Так, Дмитрий Сергеевич, у вас Конаковский район, ну, в Конаково-Честово бывало в вашем суде, городской Конаковский, да? Да, основной Конаковский городской суд, а также четыре мировых судей, три в самом Конаково, и в Редкино вынесен мировой участок отдельно, там стоящее здание, там судья заседает. То есть в Редкино тоже приходится ездить. Понятно. Дмитрий Николаевич, как в Зубцове? У нас два суда, сейчас один мировой и один районный. Были какие-то такие случаи, когда вот действительно приходилось эвакуировать суд? Я знаю, что учения проводятся постоянно, да, на боеготовности их подразделений совместно с другими правоохранительными органами. Дмитрий Сергеевич, вы рассказывали, что у вас был случай, когда, слава богу, он не подтвердился, но женщина какая-то сказала, что у нее с собой какие-то взрывоопасные предметы. Ну, при судебной приставе по УПДС осуществляют пропускной режим при входе в здание суда. Ну, и женщина, может быть, в отместку или что сказала, что у нее при себе две гранаты. Вот, соответственно, пристав по УПДС предупредил ее, что нет, она все равно стала утверждать, что две гранаты присутствуют при ней. И пришлось ему при таких чрезвычайных ситуациях быстро реагировать, вызывать спецслужбы, докладывать председателю суда, старшему судебному приставу, производить эвакуацию. Как-то женщину надо было в сторону, если бы действительно подтвердился тот факт, что при ней две гранаты, изолировать ее пришлось. Но, слава богу, эта информация не подтвердилась. Соответственно, у нее был составлен протокол об административном правонарушении, что она нарушила порядок посещения судов. И была передана правоохранительным органам дальше, потому что это очень существенно, тут угроза терроризма. Конечно, тем более сейчас, когда действительно это могут быть и не слова. А бывало, что приносили в здание суда какие-то запрещенные предметы? Ну, только колюще-режущие предметы, нож, что-то. У вас как, Дмитрий Николаевич? У нас таких претендентов не было. Все обходилось. Ну, я просто знаю, что сейчас даже на входе суды укреплены хорошо. То есть там любой на металл идет звук, да? Это все рассмотрим. Рамка, да? Рамки и ручные металлоискатели. Ага. То есть это все серьезно? И вы как во взаимодействии с судами и вообще с другими правоохранителями работаете? Вот на месте. Я понимаю, что там действительно друг за друга держитесь, наверное, но как-то все друг друга знают. И стараетесь в одной связке работать, да? Да, конечно, конечно. В судах имеется система оповещения, вызова тревожной кнопки. Оперативно приезжают спецорганы, которые защищают тоже непосредственно. Но самую основную задачу, конечно, сотрудники УПДС первоначально выполняют, если регламенты определенные, при каких-либо чрезвычайных ситуациях действовать таким или иным образом. Угу, угу. Вопрос относительно, мы просто сейчас поясним нашим телезрителям об основных, наверное, аспектах вашей службы. Вопрос о порядке предъявления к исполнению исполнительского листа, да, наверное? Ирина Владимировна, вы несколько слов расскажете. Вступившие в законную силу судебные акты являются обязательными для исполнения для всех государственных органов, органов, муниципальных органов, граждан, организаций и обязательные для исполнения. Ну, исполнительный лист выдается после вступления решения в законную силу. То есть непосредственно истец, если в добровольном порядке ответчик не исполняет решение суда, он обращается непосредственно в суд за выдачу исполнительного документа, исполнительного листа. То есть вы приступаете к работе, когда к вам исполнительный лист приходит, да? Конечно, конечно. Он к нам направляется непосредственно через взыскателя, который ранее был истцом, да, с заявлением. Или в случае, если истец написал заявление в суд, то непосредственно к нам может предъявить исполнительный документ, суд направить по заявлению взыскателя. Вот, Ирина Анатольевна, у вас все-таки три района. Они разбросаны, они территориально, ну, как-то большая территория. Вы как умудряетесь встречаться с людьми? Вы ездите вот и сначала в Спирово, потом в Фирово, потом в Улочке. Как вы принимаете людей? Или к вам когда-то приезжают? Это же все-таки затратно? Ну да, люди к нам приезжают. А так личный прием я осуществляю два раза в месяц, согласно графика приема, который вывешивается в судах и в Спирово, и в Фирово вывешивается этот график. На сайте есть, поэтому осуществляем приемы. Приходят люди? Приходят. А сейчас мы пропагандируем, что много возможностей по электронной почте отправлять какие-то свои вопросы, тем более пандемия. Да, обращений очень много приходит. На селе это как-то принято или все-таки люди по старинке предпочитают приезжать, глаза в глаза задавать вопросы? Как у вас? Наверное, все-таки больше приходят. Приходят, да? Приходят, да. Без предварительных записей, без госуслуг. Живую очередь. Живую очередь, да? У вас тоже, да, какие-то дни приема? Ну да, в службе назначены дни приема. Это каждый вторник до обеда и четверг после обеда. Граждане приходят. Также прием граждан осуществляет дежурный судебный пристав. А, то есть есть дежурный судебный пристав? Конечно, да. Который каждый день осуществляет прием. Если ли там нужный судебный пристав на исполнительных действиях, то примет его дежурный судебный пристав. Ни одно заявление или приход граждан не останется незамеченным. Всем стараемся. Кстати, вы что-нибудь объясните людям про предложение мобильный банк? Что такое существует, что это ваш помощник? И что и людям можно пользоваться этим приложением? Какой-то ответ есть? Как нововведениями народ пользуется у нас в регионе? Пользуется. Сейчас интернет-ресурсы распространены. Мне кажется, каждый человек пользуется интернетом. Поэтому мы разъясняем. У нас различные объявления, пропаганду мы ведем, проводим. Потому что есть возможность зайти в банк данных исполнительных производств, получить информацию о наличии исполнительного производства и там же ее оплатить. Кстати, вот как сейчас, как вы пережили вот эти непростые месяцы пандемии? К сожалению, мы еще это все переживаем. Больше народу, меньше стало в самом общении. Не потеряли? Нет. Нет. И мы нет. Еще, наверное, больше стало. Еще больше. Людям хочется пообщаться, находиться. Хочется общения, да. Люди приходят к тебе с какими-то своими проблемами уже непосредственно. Да, если физлицы, взыскатели особенно, наверное. Они, конечно, просят помощи в любом случае. А вот, кстати, проблемы. Мы входим в зиму. У нас зимой одна проблема, как часто обостряется, это коммунальные платежи. И если человек, допустим, должен, да, или идет у нас сейчас тоже очень актуальна эта ипотека, кредиты и прочее, прочее. Что у нас в этой сфере происходит? Много ли должников? И если человек не хочет, не может платить? Как быть? Что объяснить, с чем вы можете помочь, главное? Любой гражданин может обратиться в суд за предоставлением рассрочки исполнения решения суда. Если суд посчитает предоставить рассрочку, то дают рассрочку такую. То есть, если человек скажет, что все, денег нет, он лишился работы, как это нередко бывает, да? То есть на горло не наступают, и вы не наступаете, нет? Здесь, наверное, важно отметить, что не надо, если ты должник, и у тебя есть проблемы, не надо от пристава скрываться. Ты приди сразу, скажи, какие у тебя проблемы, из-за чего у тебя образовался долг. Может быть, ты там просто элементарно потерял работу, и там у тебя временные есть трудности финансовые. Пристав всегда поможет и советам, и есть средства обратиться в суд за рассрочкой, отсрочкой подать. И как-то, может быть, где-то договориться с управляющими компаниями о рассрочке. Может быть, они здесь уже предоставят от себя какие-то методы, найдут угашение этого долга. Поэтому различные ситуации могут быть. Ну вот мы тоже говорим постоянно и в этой студии, что, ребят, не бойтесь уйти на пристав. Да? Да. Это все-таки не сказочный персонаж. Это вполне реально, да? Потому что, когда мы приходим на квартиру уже, как говорится, описывать имущество, это уже крайняя мера, когда уже человек либо совсем скрывается, уводит имущество свое какое-то от глаз пристава. Кстати, были такие случаи у вас на земле, когда, допустим, наложен арест на ту же машину или на какую-то собственность, и человек пытается избавиться, какими-то образами обойти закон, да? Конечно, бывает. Конечно, если служба судебных приставов, возможно, может возбудить и уголовное дело по 312-й статье за сокрытие этого имущества или порчу его. Ну, и мы постоянно в последнее время напоминаем, да, что у нас действует, если захочешь выехать за границу, не сможешь, да? Да. Решается человек специальных прав, захочешь управлять машиной, не сможешь, да? А ведь все это можно решить-то полюбовно, да? Правильно, наверное, как Дмитрий Николаевич сказал, что не надо скрываться, что бояться не надо. Вопросы не решаемы, да. Приходить, потому что дальше это как снежный комплекс будет нарастать, 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 соответствующие санкции, исполнительский сбор, то есть только увеличивается. А вот, кстати, давайте мы несколько слов о взыскании исполнительского сбора в доход государства. Что это такое, с чем это едят, когда это все наступает, и чего опасаться людям? Ну, пристав исполнителя в любом случае дает срок для добровольного исполнения, да, решения судов. Ну, как правило, он себя дней составляет. Вот, если человек из-за этих 5 дней не успевает погасить долги, то выносит исполнительский сбор. Для физлица он минимальный, это 1000 рублей, для организации 10 тысяч. Это 1000 рублей на общую сумму долга, да? Плюс 1000. На каждый долг, если, например, штрафы ГИБДД приходят по 500, по 800 рублей приходят, как правило, это не один штраф, а есть люди, у которых и десятки таких штрафов. На каждый штраф выносится исполнительский сбор, да. Хотя, с другой стороны, легче, наверное, оплатить эту сумму сразу и там 10 тысяч потратить сюда на все, чем на сбор платить еще плюсом. Понятно, но как бы люди, по идее, уже, наверное, должны наизусть знать, что можно, чего нельзя, надо ли убегать и когда надо платить. И тем не менее, да, как вы поступаете, вот, беда, да, еще раз вернемся к теме алиментов, вот, на ваших участках, на, посредственно, в ваших районах. Много ли, Дмитрий Николаевич, курсы с вами начали, много у вас таких проблемных товарищей? В основном, это мужчины, наверное, или женщины тоже есть? Нет, женщины тоже, немало даже, я бы сказал, женщин, которые не платят алименты, как правило, это либо дети находятся в детских домах, находятся, как правило. А уже, то есть уже даже дети в детских домах? Где лишены родительских прав, да, уже родители. Дмитрий Сергеевич, у вас как? Ну, у меня на исполнении очень много исполнительных производств, конечно, все не специфические, в отношении всех должников надо подходить какой-то свой, свою работу строить по-всякому. Некоторым достаточно просто обратиться в орган-центр занятости населения, им предоставляют работу, ведут и работают, и начинают гасить задолженность. Здесь ведь важно просто, да, хоть что-то начинать перечислять. Или как? Как-то начинать работать. Что-то надо делать, да? Да, да. И потом, а когда человеку, когда ребенку, допустим, уже ребенок подрастает, он уже достиг 18-летнего возраста, что потом с этим долгом? Как долго этот, или долг уже теряется? Задолженность. Это задолженность. Долг не теряется. Задолженность, и все обычная задолженность. То есть, ты можешь, ребенку уже, может быть, 40-50 лет, да, но ты, если еще живой, ты по гробовой доске будешь должен своего ребенка. Все равно будешь должен, на ту задолженность. Искать, где ищете, потому что нередко, я знаю, что должники, вот они где-то живут, появляются в соцсетях, а не при машинах, а не при квартирах, но мы принципиально платить не будем. У них такая позиция. Что с такими-то людьми делать, я не понимаю. Объявляем федеральный розыск, объявляем розыск имущества непосредственно самого гражданина, гражданина-должника и розыск имущества. Если все записано на кого-то там другого подставное лицо, есть возможность каким-то образом, я не знаю, что-то взять с этого товарища? Нет, да? То есть, это, к сожалению, да. Если только в гражданском порядке уже признавать, да. Судебный порядок, когда переход права в собственности произошел, то есть смотрят... Это, да, вот это, к сожалению, да, вот мы тут обсуждали, что еще очень много пробелов, наверное, в законодательстве, чтобы каким-то образом привлечь можно человека, чтобы он сухим из воды не выходил. А какие вообще преступления еще расследуют дознаватели, вот, вашей службы, кто может сказать? Ну вот... Ирина Анатольевна, вы, да? Да. Значит, мы расследуем вот 157-ю статью уголовного кодекса. Это неуплата алиментов несовершеннолетних детей. Но прежде чем привлечь должника по статье 157-ю, судебные приставы привлекают должника еще по 5.35 административного кодекса. Статья есть за неуплату. И должника стараются всеми способами побудить для оплаты алиментов. А в случае уже, если должник, никакие на него не действуют меры, уже тогда привлекают по статье 157-го уголовного кодекса. Но это сколько может длиться вот это побуждение его к тому, чтобы уплатил? Это, опять же-таки, надо ходить и просить, да? Других методов пока не придумано. Также арестовывать имущество. Ну, арестовывать, да, не пускать. Вот скоро новогодние праздники. За границу, да. Кстати, это действенная мера? Да, конечно. Ну, да, конечно, действенная. Если кому-то хочется выехать, да? Ну, не для всех, у нас же разные категории алиментов. Вот случай у меня, недавно у нас акция проходила перед первым сентябрем, когда дети в школе шли. Была применена мера как запрет на рефлексионные действия в отношении недвижимости. А у должника была там доля, а его родственникам надо было продать это имущество. А задолженность у него была довольно-таки большая, около 900 тысяч. Ничего себе. И пришлось всем родственникам, чтобы продать эту недвижимость, и в том числе его долю, заплатить всю задолженность. Ничего себе, то есть они скидывались? То есть, ну... Платили долг сообща, получили? Его семья. Его семья, да? Должника заплатить за должность. А вообще, какая сумма задолженности должна быть для того, чтобы был наложен арест, Рина Владимировна? Ну, законом у нас, законом исполнительного производства у нас предусмотрена сумма, менее которой мы не можем обращать взыскание на имущество, это 3 тысячи рублей. 3 тысячи? 3 тысячи рублей, да. Свыше 3 тысячи мы обращаем взыскание на имущество должника. Это уже, ну, казалось бы, такая, казалось бы, ерунда, да? А это, да, слушайте, а вообще-то, если нет возможности заплатить даже эти 3 тысячи, или просто человек жмется, нет, чего мне платить потом? Вот как вот, какая логика вообще, чем подсказывает, чем руководствуется человек, когда он не оплачивает те же самые штрафы ГИБДД? Вот что вот, как вы, люди, говорят? Ну, из-за разговора, либо, во-первых, они не знали о долге. Бывают такие случаи, да, бывает, что он просто не согласен, что на него там кто-то, видите, там штраф какие-то выставил, там, или еще как что-то взыскивать с него. То есть тут уже разъяснительная работа идет уже, и непосредственно работа уже с должником. Вот, кстати, у многих обывательское такое мнение бытует, вот если имущество арестовали, арестованную машину, потом оно пустится. Вот, вот они наживаются пристами, вот это вот, да, вы слышали такое? Вот на этом-то имуществе, потому что стоит там Ауди, там машина или Мерседес какая-то дорогая, а продают-то за копейки, вот они покупают сами. Давайте объясним, какая работа ведется с арестованным имуществом, потому что имущество арестованное-то разное бывает. Это ведь бывают и квартиры, да, наверное? Да. Это и жилье, да, и машины, и все что угодно. Расскажите, поясните нашим телезрителям. Если стоимость имущества превышает 30 тысяч, то в обязательном порядке назначается оценщик, независимый оценщик, которого назначается через Росимущество. То есть, соответственно, у них заключен договор, и они уже непосредственно проводят эту оценку. Без оценки мы не можем передать данное имущество на реализацию самостоятельной судебной прибыли. То есть, Ирина Владимировна, вы важную вещь сказали, независимый оценщик. Независимый, независимость. Чтобы у вас не объявили то, что вы все в сговоре. По рыночным ценам. А, по рыночным ценам даже. Ну, конечно, у них свои методики есть оценки, поэтому по рыночным ценам в условиях, с учетом тех условий, чтобы нам реализовать данное имущество в течение двух месяцев. Соответственно, получить денежные средства и перечислить их взыскателю с целью погасить задолженность по исполнительному документу, тем самым обеспечить взыскание судебного решения. То есть, вот независимый оценщик, еще раз, он оценивает это имущество, вы его как бы на торги. Ну, в зависимости от стоимости. В зависимости от стоимости, кто угодно может приобрести это имущество. Конечно, мы передаем в Росимущество, назначается торгующая организация, которая также прошла аккредитацию. То есть, назначается. И уже непосредственно они через свою организацию в свободном доступе реализуют данное имущество. То есть, доступно всем. Доступно всем. У них существуют сайты, на которые они выставляют данное имущество арестованное. И в свободном доступе любой гражданин может выкупить данное имущество. То есть, да. Или выкупить, а если человек не хочет с ним расставаться, то будет долг, заплатить долг. Конечно. Оплатить за должность по исполнительному документу. И это имущество будет отозвано с реализации и возвращено должнику. А бывает такое, что, допустим, долг меньше, чем вот... Бывает. Да, конечно. Допустим, у него долг 300 тысяч, а у него квартиру арестовали. Да, конечно. Излишние денежные средства после погашения за должность по исполнительному документу, исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных действий возвращаются должнику. Должнику. Конечно. А бывает такое, что... Ну, я знаю, что бывает, но вы все-таки пример свои приведите. Что, ну, не хочется ему расставаться со своей машиной или еще с чем-то. И он тоже вот точно так же, вот, как Дмитрий Сергеевич рассказал, складчину. Вот, нашли деньги, но только чтобы не расставаться вот с этим своим имуществом. Есть такое, что каким-то образом тут же находит? Конечно. Так достаточно применить только меру ареста имущества, и они уже начинают... Уже как-то, да? Да, конечно. Что-то все уже дальше тянуть нельзя, соответственно, принимают все меры. Если они прям долг погасят, арест сразу снимется с этого имущества, и судебное решение будет исполнено, и производство будет окончено. При аресте имущества мы должнику разъясняем, что у него, какой у него есть срок. У нас существуют определенные процессуальные сроки, за рамки которых мы не можем заходить. У нас есть 10 дней для обжалования, да? Потом уже запускается механизм, соответственно, проводится уже оценка. Здесь уже дополнительные расходы на должника возлагаются по оценке. По оценке. И в дальнейшем уже передача на реализацию. То есть мы должнику разъясняем, что вы понимаете, сейчас вам еще дополнительно нужно будет внести бремя расходов. То есть у него есть 10 дней для поиска денежных средств, чтобы оплатить эту задолженность. Кстати, как информируется должника? Вы как-то, вы повесткой или обзваните, или лично говорите, что вот мы придем, вот у тебя осталось вот столько-то времени, торопись, товарищ дорогой. Любыми путями. Любыми путями. И письмом заказным направляем, и посредством электронной почты, и звонками, и телефонами. Кроме того, через банк данных есть возможность не только получить вот эти данные о наличии исполнительного производства и ходить, а также подписаться, сделать подписку на все уведомления о поступлении каких-то исполнительных документов. То есть уже у него все будет, у должника будет все отражаться в госуслугах, и все уведомления он будет на электронную почту приходить. Но вы как бы советуете вот такую вот, да, что не услуга такая была? Во-первых, она очень оперативно обновляется, и все сразу же, должник информируется о каждом, о каждом постановлении пристава. Вот у вас нагрузка вообще большая на одного пристава. Как, хватает у вас народу в службе? На земле. Или бы желательно побольше? Ну это, наверное, всегда желание есть. Побольше. Много исполнительских производств? Сколько на одного человека? Около двухтысяч на человека, на пристава. Около двухтысяч? Да, средняя, средняя. Ну это средняя. Это бывает и больше. Да. Я знаю, что год непростой у вас был. Не только с точки зрения непростой вообще для всего мира и для всей России. Несчастный ковид. У вас же с 1 июня 2020-го перешли в статус сотрудника органа принудительного исполнения. У вас статус поменялся, да? То есть вы теперь как госслужащие, да? Нет, мы раньше были госслужащими. А теперь вы правоохранительный орган принудительного исполнения. Орган принудительного исполнения. Это как сотрудник полиции, да? Что изменилось и как теперь, легко ли теперь стать судебным приставом в новых обстоятельствах? Я знаю, что вы многие сдавали экзамены, да? Проходили какую-то новую квалификацию, да? Комиссию. Комиссию, да? Что теперь изменилось в вашей работе? Несколько слов. Как можно поступить на службу? Давайте я объясню маленько, что наше ведомство ждет и принимает на службу в органы принудительного исполнения граждан Российской Федерации, соответственно, от 18 до 40 лет, годным по состоянию здоровья, способным по своим моральным и деловым качествам выполнять возложенные задачи службой. Вот. Предлагаются на должность судебных приставов исполнителей, имеющие высшее образование юридическое, экономическое. Обязательно высшее? Ну, это на должность судебного пристава исполнителя. Экономическое, юридическое, да. А, то есть это все, вот это все образование, это все важно? Да, ну, на должность младшего судебного пристава УПДС достаточно иметь специально-профессиональное образование. Специально-профессиональное, но там важна армия, да? Да, обязательно отслуживших в армии УПДС и годные категории, которые у них должны быть, А либо Б. И еще, ну, конечно, еще и состояние здоровья тут, как вы-то сказали, да, что это тоже немаловажно. Да. Сейчас абсолютно здоровых людей-то нет, но тем не менее, да? Кстати, молодежь приходит от к вам в отделы? Да. Да, конечно, приходит. У нас вообще отделы почти... Да, молодые отделы-то. И, а вот есть кому учить, вот это вот наставничество, институт, насколько он развит? Есть, есть, все у нас есть, и наставники есть, обучают молодых сотрудников. Стажировка идет, 6 месяцев стажировка идет, и после этого только тебе первоочередное звание присваивают. Есть ли какие-либо возможности для хобби, для увлечений? Потому что я знаю, что, ну, вот сами вы сказали, да, что работа может начинаться когда угодно и заканчиваться когда угодно, и здесь уже не до чего. Но я знаю, что, например, Дмитрий Сергеевич, вы были в составе этой сборной команды, или вы ее возглавляли? Я капитан команды. Вы капитан, возглавлял команду по баскетболу, да? Я и сейчас ее возглавляю. А то, что другой район? Это же было в Вышневолочке, когда вы работали? Да, команда есть в Вышневолочком городском округе, баскетбольная команда судебных приставов. Просто я раньше служил, работал в Вышневолочке, а команда там и осталась, и она продолжает существовать. Но вы туда как, выезжаете, когда случается минута? Да, выезжаю. Конечно, когда есть свободное время от службы, собираемся, выезжаем. И вот недавно проводился кубок города по Вышневолочкому городскому округу, и команда судебных приставов заняла первое место среди мужчин. Здорово. А у вас, уважаемые женщины, есть какая-то минута для хобби? Или только отдохнуть, чего-нибудь почитать? Или поработать на земле, если есть дача? Дача у нас есть. Семья, как у всех, конечно. О, это уже никакого хобби, не надо знать по себе, это только-только, только успевай, что называется. Ваше пожелание может быть молодым сотрудникам, которые еще и не решили, чем хороша эта профессия. Почему вот именно ее нужно выбрать? Почему не нужно слушать больше никого, что это нужная для нашего государства, для всех нас профессия? Вот несколько слов Ваших, почему ее нужно выбирать? Вот почему нужно быть судебным приставом, по-вашему? Ну, во-первых, это служба, как мы говорили, государственная. Какая-то государственная? Она все равно государственная. Она государственная, потому что есть соцгарантии разные. Стабильная заработная плата. Стабильная заработная плата, что очень важно в наше время, да? Ну и сама работа очень разнообразная и интересная. Ирина Владимировна, что вы добавите? Наша работа очень интересна. Пока ты не коснешься ее, ты не знаешь о ней ничего. Но каждый исполнительный документ, он индивидуален. Когда ты в него вникаешь, когда ты перелопачиваешь кучу норм законодательства, когда ты расширяешь свой кругозор и затем исполняешь его, ты получаешь такое удовлетворение. А потом еще, если это благодарность изыскателей, вы просто не представляете, какое это удовлетворение. Да, ты себя чувствуешь нужной. Даже если мы говорим о тех же алиментах, да? Да. А вы же сейчас еще работаете и с коллекторами, наверное. У вас есть такие проблемы? Или это больше характерно все-таки для управления? Это уже задача управления, да? Да. Да, потому что это тоже защита, реальная защита жителей региона от таких поползновений. Дмитрий Сергеевич, ваши пожелания жителям региона, и почему именно важна профессия судебного пристава? Ну, надо, во-первых, полюбить эту службу судебных приставов, проникнуть. Вот если она понравится, то человек и будет долго трудиться в этой сфере и работать. Конечно, есть свои сложности, но работа затягивает, приносит свои какие-то удовольствия. Главное, у людей появляется вера в исполнение судебных актов, защиту своих прав и законных интересов, справедливости, торжество закона. Вера появляется, значит, и авторитет, и благополучие самого государства. Вообще, вера, да, что есть защитник, есть кто-то тебя защитит, это очень сейчас необходимо людям. Дмитрий Николаевич, вы вот что скажете, почему нужно обращаться, вы уже сказали не прятаться, да, и почему все-таки существует судебный пристав, который вас защитит? Ваши аргументы? Здесь, безусловно, человек дошел уже до суда, выиграл определенное дело, да, дальше должно быть движение этого дела. А движение дела как раз судебный пристав стоит на защите вот этих интересов, интересов государства, интересов исполнения закона. Поэтому, как крайняя мера уже идет обращение к приставу. Эти приставы уже принимают любые меры в рамках закона, чтобы это решение было исполнено. Уважаемые друзья, несколько секунд поздравить ваших коллег у вас есть. Которые сейчас на земле, которые трудятся 1 ноября, не для всех праздник, да? Пользуюсь эфиром, наверное, хочется поздравить коллег, которые у нас и на земле трудятся, и непосредственно в аппарате управления. С этим праздником, нашим профессиональным, это прежде всего терпение всем, благополучие, во-первых, семейного. Нас всегда ждут дома. Замечательно. Женщина, вам два слова. Ну, пожелать нашим сотрудникам и здоровья тоже. Это очень важно сейчас. В первую очередь, наверное. В такое нелегкое время. Ну и всего самого хорошего. Ирина Владимировна. Ну, хочу пожелать неиссякаемой энергии, которая существует в нашей службе. Иной раз даже опускаются руки, но какое-то открывается второе дыхание, и мы продолжаем работать. Всем мира в семьях, понимания наших близких, какая у нас сложная работа. Ну и прежде всего здоровья, здоровья, здоровья. Спасибо. Потому что в наше время это самое главное. Это главное, да. Дмитрий Сергеевич, ну, завершайте программу. Особые слова признательности хочется пожелать нашим уважаемым ветеранам, которые подняли такую высокую планку профессионализма, за которую мы и дальше продолжаем держать здоровье им, успехов. И чтобы все хорошо было у них, у их родственников, ну и от всей души поздравить действующих сотрудников, которые сейчас несут службу, всех их близких, всем благополучия и с Днем судебного пристава. Ура. Спасибо, уважаемые друзья. Спасибо. С праздником вас. Будьте здоровы. Спасибо. Хорошую работу делайте. До свидания.